Террористическая группировка «Исламское государство» выпустила ролик на немецком языке, угрожая устроить кровавый джихад в Германии и Австрии. Террористы пообещали отомстить Ангеле Меркель, по их словам, за кровь мусульман, пролитую в Афганистане, а также за поставки оружия тем, кто сражается против террористов. Фрагмент крыла, обнаруженный на побережье острова Реюньон, с высокой вероятностью принадлежит малазийскому Боингу MH370, пропавшему почти полтора года назад. Об этом в Париже заявил прокурор Серж Московяк. Однако это утверждение нуждается в дополнительной проверке. Как сообщили пресс-службы президентов Франции и России, французская сторона вернет Москве деньги, заплаченные за вертолета Нос Самистраль. Общая сумма неустойки за разрыв контракта обойдется Франции более чем в миллиард евро. По меньшей мере 70 человек погибли в Миянме вследствие сильнейшего за 100 лет наводнения. В общей сложности от стихийного бедствия пострадали 260 тысяч человек. По прогнозам метеорологов, вода движется к югу и может привести к еще более ужасающим последствиям. У побережья Ливии перевернулось судно с беженцами. На борту корабля находилось около 700 человек. Спасти удалось лишь порядка 400. НАСА продлило договор с Роскосмосом до конца 2019 года. Сумма контракта по доставке американских астронавтов на МКС составляет 490 миллионов долларов. Трендом международной выставки компьютерных игр Gamescom в Кельне в этом году стала виртуальная реальность. В центре внимания различные дополнительные средства для погружения в мир игр и фантастики. В их числе очки со специальными линзами или управляемые софтом кресла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова